Страховщики закручивают гайки. Автолюбители Саратовской области заставляют оформлять полис ОСАГО вместе с дополнительными опциями. Например, покупать страховку от несчастных случаев, на жилье и прочее имущество. О том, почему это происходит и как найти управу на страховых вымогателей, смотрите в нашем сюжете. Опасности на дороге поджидают водителей в самом неожиданном месте. В этом году порцию неприятностей добавили страховщики. Чтобы оформить полис обязательного автострахования, теперь нужно купить еще что-нибудь ненужное. Я в разные компании заходил, и мне говорили, что нужно обязательно оформлять жизнь, страховать, еще что-то. Обязательно страховать не будут. Водителю Марине Кочневой пришлось обойти три компании в поисках полиса ОСАГО. В этом году начались проблемы. Мне нужно было продлить страховой полис. Я обратилась в ту же самую компанию. Она меня полностью устраивала. Сначала мне сказали, что нужно какой-то осмотр произвести машины, хотя раньше таких условий не было. Во второй страховой фирме Марине назвали подозрительно высокую цену за полис ОСАГО. На вопрос, почему такая сумма, уклончиво объяснили про дополнительные опции, страховку за жизнь, имущество и прочее. Марина потеряла целый день, пока нашла компанию, где не навязывали ничего лишнего. Страховщики практически вымогают дополнительные деньги за ОСАГО не только в Саратове. Роман столкнулся с этим в Кирове. И ему было не до смеха, когда он услышал, что ему предлагают застраховать. Попросили еще оформить страховку либо на меня, либо на жену дополнительную. А что застраховать? От кличей. А у меня не было выбора. Это была единственная страховая компания, которая на тот момент могла застраховать машину. Мне надо было двигаться. Люди подозревают, что страховые выкручивают им руки, потому что очень нуждаются в деньгах. Страховщики не спорят. Говорят, тарифы на ОСАГО и базовая стоимость выплат не пересматривалась с 2003 года. Дошло до того, что в некоторых регионах разрыв между доходами от продажи полисов и расходами по выплатам 130-140%. В общем, российское страхование в кризисе. На сегодняшний день отрасль в целом балансирует на грани нуля, когда кроме очевидных и видимых расходов на выплаты, компании еще имеют расходы на сопровождение процесса урегулирования убытков. Внутренние расходы, которые не видны на поверхности, но составляют значительную долю расходов по целикампании. Поэтому, конечно, сейчас уже у компаний в некоторых регионах ОСАГО имеет отрицательный баланс. В правовом агентстве Олеси Облезговой часто рассматривают гражданские иски от автовладельцев. Тема жалоб на страховые здесь тоже звучит постоянно. Обострение данной проблемы в конце мая-начале июня, то есть с начала лета, когда в активную фазу вступила работа по проекту изменения в законе об ОСАГО, страховщики, ожидая повышения тарифов, стали отказывать водителям в заключении договоров по старым условиям. Олеся Облезговой имеет в виду законодательные поправки, которые повысят лимиты выплат после ДТП по ОСАГО. Сейчас это максимум 120 тысяч рублей, а будет, возможно, и все 400. Станет ли дороже для водителей сам полис ОСАГО, неизвестно. Вот страховщики и придумали, как уже сейчас искусственно поднять цену. Юристы советуют не лениться, искать правильную компанию, а если что, пригрозить вымогателям команды ФАС. Навязывание клиенту заключения таких договоров является незаконным действием. Является нарушением антимонопольного законодательства. И мы рекомендуем клиентам обращаться с жалобами в федеральные антимонопольные органы, для того, чтобы страховые компании привлекались к административной ответственности. Федеральная антимонопольная служба может наказать страховую компанию вымогателей на 500, 700, 800 тысяч рублей. Опыт такого наказания в Саратовской области тоже имеется. Юлия Шишкина, Алексей Фенин, РЕН-ТВ, Саратов.